МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ровно год назад Владимиром Путиным была объявлена так называемая частичная мобилизация. 20 сентября в Нагорном Карабахе при обстреле азербайджанскими военными автомобилями с военнослужащими российского миротворческого контингента погибли несколько российских солдат и офицеров. По предварительным данным убиты четыре человека. Среди них заместитель командующего подводными силами Северного флота капитан 1-го ранга Иван Ковган. 52-летний Ковган был заместителем командира, размещенного в Нагорном Карабахе, по договоренности между Баку-Ереваном и Москвой миротворческого контингента. Об этом говорится в сообщении Петербургского клуба моряков-подводников. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, согласно официальным заявлениям, позвонил Владимиру Путину, принес свои глубокие извинения, пообещал оказать помощь семьям погибших и провести расследование случившегося. Несколько человек по этому делу уже задержаны, отстранен от должности командир бригады армии Азербайджана, в состав которой входили военные, открывшие огонь по российскому автомобилю. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы», а прошли уже почти сутки после случившегося, Кремль никаких комментариев не давал. При этом вчера пресс-секретарь МИД России Мария Захарова призывала, цитата, «обеспечить безопасность российских миротворцев в Карабахе». Переговоры по урегулированию ситуации в Карабахе, которые состоялись в азербайджанском городе Ивлах, пока не привели к достижению официальных соглашений. Никол Пашинян, премьер-министр Армении, где сегодня отмечается День независимости, в своем обращении заявил, что Армения нуждается в мире, и о Карабахе при этом не упоминал. Напомню, что вчера Никол Пашинян заявил, что Ереван не участвовал в достижении соглашения о прекращении огня в Карабахе. Республика Армения не участвовала в подготовке подписанного текста и не была стороной обсуждений. Если миротворцы предложили мирное соглашение, это означает, что они полностью и без каких-либо оговорок приняли на себя ответственность за обеспечение безопасности армян Нагорного Карабаха, а также обеспечили им условия и права безопасно жить на своей земле и в своих домах. Это был Никол Пашинян, премьер-министр Армении. Вчера в Ереване прошли новые акции с требованием отставки правительства Пашиняна. Однако эти акции не были такими многолюдными, как 19 сентября, когда Азербайджан начал обстреливать Степанакерт. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вчера выглядел победителем по поводу переговоров по регулированию в Нагорном Карабахе, который Баку фактически полностью вернул под свой контроль. Алиев сказал следующее. «Произошедшие события окажут положительное влияние на мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Хочу надеяться, что наши шаги, результаты антитеррористических мер устранят те препятствия, которые были выдвинуты, высказаны, предложены, называйте как хотите, с армянской стороны. И это создаст новую реальность и долгосрочный мир на Южном Кавказе». Это был президент Азербайджана Ильхам Алиев. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, когда еще не было известно о гибели российских военных в Нагорном Карабахе, назвал ситуацию в регионе внутренним делом Азербайджана и отверг упреки в бездействии, которые раздаются из Армении в адрес Москвы. «В Кремле, на самом деле, прежде всего, исходят, конечно, из двух основных критериев. Первый критерий – это трехсторонние договоренности от 1921 и 1922 года, которые были подписаны, на основе которых шли все усилия по мирному урегулированию существующих проблем. И второй, также архиважный критерий в настоящий момент, когда премьер-министр Пашинян заявил о признании границы Азербайджана по 1991 году. Это означает, что Армения, армянская страна, признала Карабах неопъемлемой частью Азербайджана и азербайджанской территории. То есть, в настоящее время это существенно изменило, конечно же, ряд положений. И мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более после официального решения армянской страны о признании Карабаха частью Азербайджана. Для Юры сейчас речь идет о действиях Азербайджанской республики у себя на территории. Поэтому подобные обвинения в наш адрес являются абсолютно беспочвенными, ни на чем неоснованными. Несмотря на это, мы продолжаем наши контакты с армянской страной. Армения была и остается нашим очень важным союзником, партнером, близкой нам страны. Также мы продолжаем контакты с Азербайджаном. Это тоже очень важный наш партнер. Мы продолжаем наши контакты и с армянами в Карабахе, и с тем, что наши военные, собственно, они не занимаются такой, знаете, своей холестикой. Они делают конкретное дело, выполняют свою роль миротворцев, помогают эвакуировать гражданское население, для всех детей, из опасных зон. Эта работа продолжается днем и ночи. Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Последние события вокруг Нагорного Карабаха, отсутствие реакции на гибель российских военных в регионе, перспектива выхода Армении из УДКБ, все это на фоне вовлеченности России в военный конфликт в Украине и усиление влияния Турции демонстрирует, что Россию на Южном Кавказе уже не воспринимают как ключевого игрока. Так считает российский политолог Руслан Айсин. Вот какие аргументы он приводит. Россия теряет свое влияние, остатки своего влияния на Южном Кавказе, прежде всего в Армении и в Азербайджане, потому что Россия, которая выступала якобы третьей стороной миротворческой, таковой не оказалась, потому что ни Азербайджан не был доволен этим статусом, не, собственно говоря, армянская сторона. Поэтому Россия выступает здесь сугубо статистом, как мы видим. Это вполне естественный процесс, когда империя теряет остатки своего влияния и теряет очень болезненно. То есть так, что вчерашний еще партнер воспринимает ее как врага буквально. У России, судя по всему, нет никакой стратегии сейчас на данный момент, потому что противостоять Азербайджану и Турции тандема она не в состоянии. Предложить какую-то иную формулу она не может, да и доверия к ней нету на Южном Кавказе, это тоже очевидным образом. Ну и у самой, судя по всему, нет ни дипломатических, ни военно-политических ресурсов, потому что все брошено на украинский фронт. В этом смысле это естественный процесс ее вот оттуда. Украина является сейчас, я как понимаю, в главном приоритете. Напомню, что и Римская империя также не могла воевать, например, на всех направлениях. Она выбирала какой-то один участок и все силы бросала туда, потому что на все у империи даже такой мощной не хватало сил. С Россией происходит нечто аналогичное, потому что мы знаем, что из границы с Норвегией переброшены силы. В Армении, хоть и есть, и существует некая военная база российская, но я думаю, что сейчас она сугубо формальная, там штатные единицы наверняка сокращены для минимума. И все остальное, опять-таки, сконцентрировано на украинском направлении. Ну и главное, просто России нечего предложить. Доверие к ней практически нулевое. Не у армянской стороны, не, соответственно, у Азербайджана. Азербайджан приобрел субъектность, в общем-то, Армения эту субъектность теряет и ищет новых друзей и партнеров. Да, мы знаем, что были проведены недавно. Ну, их назвали учениями с американцами, там, в составе 56 человек. Ну, как бы там ни было, это явный, достаточно демонстративный разворот в сторону от России, потому что Россия уже не представляет стратегической поддержки Армении. Плюс ко всему, Армения будет уходить из ОДКБ. Ну, считайте, что это последнее связующее звено с Арменией, потому что далее Армения будет переориентироваться уж точно. Сам статус России как миротворца звучит уже, как мы понимаем, трагикомично. То есть никто в это не просто не верит, это звучит действительно кощунственно. Ну, и мы видим реакцию армянской стороны на обвинение в адрес Путина и руководству. Ну, и, соответственно, так или иначе, будет разворот и цивилизационный. Потому что ведь то, что происходит с Грузией, да, то есть те части, отторгнутые от Грузии и поддержанные Россией, это сепаратистские образования. То же самое было в Азербайджане с Карабахом. То же самое ЛДНР и Приднестровье. То есть это форма влияния России на бывшие республики Советского Союза. То есть через эти осколки сепаратистские она пыталась контролировать или воздействовать на эти территории. Сейчас это уже более чем очевидно. Не собиралась она никогда решать мирным или каким-то путем. Ее задача была поддерживать тлеющий конфликт для того, чтобы там иметь свое влияние. Но есть версия, согласно которой так называемый Карабахский клан, в который входили там Сарксян, Кучериан, сознательно провоцировали в Карабахе этот конфликт для того, чтобы вынудить Пашиняна пойти на какие-то действия, вследствие чего Пашинян будет свергнут по причине там то ли военного переворота, то ли народного восстания. Я думаю, что здесь есть реальная почва. По сути говоря, альтернативы внутри Армении Пашиняну нет. Я думаю, и Россия это понимает. То есть нету того кандидата, который бы мог выступить против Пашиняна. Мы видели там митинги в количестве 500 человек против Пашиняна. Это совсем не то, что было во времена, когда сам Пашинян пришел на волне этой революции несколько лет назад. Поэтому провоцирование такого типа, я думаю, России было невыгодно, потому что у нее просто нету там никакой стратегии. Это надо четко понимать. И даже те методички, которые были розданы, говорит о том, что все, что может Россия, это размахивать Симоняном и Соловьевым. В общем-то и все. Это было мнение российского политолога Руслана Айсина. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 21 сентября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В дни, когда президент Украины Владимир Зеленский находится в поездке в США, он участвует в работе Генеральной Ассамблеи ООН, а также проведет переговоры с американским президентом Джо Байденом, российская армия продолжает ракетные обстрелы и удары беспилотниками по украинским городам. Силы ПВО сбили 36 из 43 крылатых ракет, выпущенных по Украине в ночь на 21 сентября. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Ракетные удары наносились России по Черкасской, Харьковской, Ровенской и Киевской областям, а также по самому Киеву. Есть пострадавшие среди мирного населения. В ночь на 21 сентября во многих районах аннексированного Крыма, в частности на севере, западе и в центре полуострова, были зафиксированы пролетающие беспилотники. Местный телеграм-канал ЧП «Севастополь» писал, что взрывы слышали жители Новофедоровки и в Паттории, Джанкуэ и Балаклавы. О последствиях этой атаки не сообщалось. По неподтвержденным пока данным, один из объектов атаки был запасной командный пункт Черноморского флота России. А Владимир Зеленский вчера выступил на заседании Совета безопасности ООН, посвященном планам реформировать Совет. Представитель России Василий Небензя пытался некоторое время возражать против того, что Зеленский будет выступать первым, но получил достаточно жесткий ответ от Эдди Рамы, премьер-министра Албании, которая председательствует сейчас в Совете безопасности ООН. Вот фрагмент их диалога. Это прямая трансляция заседания Совбеза с синхронным переводом. Целый ряд членов Совета безопасности будут представлены сегодня в этом зале на уровне глав государства. Вы попытались объяснить, почему вы отдаете приоритет именно украинскому президенту, но, однако, порядка введения заседания это не имеет отношения. Я хотел бы вас предупредить, что если вы сейчас ударите молотком, тем самым формализовав ваше решение, албанское председательство будет запятано вопиющим прецедентом нарушения сложившейся в Совете безопасности практики в угоду одной делегации, которая раз за разом демонстрирует при поддержке западных членов ООН, что ей никакой закон не писан, не все разводит. Нарушение председательством практики работы Совета безопасности чревато издержками для авторитета Совета безопасности, которые пытаются превратить сцену для стенд-ап-шоу одного исполнителя. Для этого албанское председательство собрало в формате открытой дебаты в большую группу поддержки из числа натовских стран. И для всех очевидно, по крайней мере для многих, что сегодняшнее заседание не более чем спектакль. Я должен сказать, что услышать от вас лекцию о нарушении правил в этом здании это впечатляющая попытка. Но вы много раз повторили, что нарушение здесь состоит в том, что президент Зеленский, как планируется, будет выступать до членов Совета. Для этого есть решение, если вы согласитесь, остановите войну, и президент Зеленский не будет брать слово. Что делает его важным оратором сегодня и почему он должен выступать первым, это дело ваших рук. Это был диалог представителя России в Совете Безопасности ООН Василия Небензи с премьер-министром Албании Эдди Рамой. Напомню, что Албания председательствует сейчас в Совете Безопасности ООН. Владимир Зеленский в своем выступлении заявил о неприемлемости ситуации, при которой страна-агрессор обладает в Совете Безопасности ООН правом вето. Он также выступил за расширение числа постоянных членов Совета. Вслед за ним выступил Эдди Рама. Кстати, это тот самый политик, который публично недавно рассказал анекдот. В этом анекдоте Путин позвонил с соболезнованиями семье Пригожина еще до того, как самолет Пригожина вылетел из московского аэропорта. А вот фрагмент выступления премьер-министра Албании. Как понять, когда говорят «ну да, но», или же когда призывают обе стороны и просят их положить конец войне. Давайте назовем вещи своими именами. Давайте четко заявим о жестокой агрессии. Давайте назовем вещи, как они есть. Это дело рук человека, которое привело к огромным страданиям украинского народа, да и региона, и мира в целом. Это угрожает росту, ведет к повышению цен. Миллионы и миллионы людей страдают. И то, что происходит в центре Европы, не может быть только европейской проблемой. Об этом говорили многие, а кто-то даже шептал об этом. Некоторые считают, что это проблема лишь демократического Запада, и вы должны их решать. Другие же закрывают глаза на эту проблему и говорят, что, ну, хорошо, вы платите за то, что вы сами сделали когда-то с другими. Давайте подумаем еще раз и скажем себе, что эта агрессивная война должна быть делом всех нас. Говорил премьер-министр Албании Эдди Рама. Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил об установившихся теплых отношениях между Россией и КНДР, который с санкциями ООН запрещен какой бы то ни было экспорт оружия. Тем не менее, это не мешает Владимиру Путину называть старым другом северокорейского лидера Ким Чен Ына, а самому Киму заявлять на переговорах с Путиным о полной поддержке российского вторжения в Украину. Вот этот фрагмент напомню, что это трансляция с синхронным переводом. Лишь на прошлой неделе Россия принимала у себя северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Они обсуждали, как сказал Путин, военное сотрудничество, а Ким обещал оказать безусловную полную поддержку КНДР российской агрессивной войне. Конечно, передача оружия в Москву и Сфиньяна будет нарушением многочисленных резолюций Совета. Сложно представить себе, чтобы страна проявляла большее пренебрежение к ООН и ко всем ее идеалам. А это делает страна, которая является постоянным членом Совета. Фрагмент выступления государственного секретаря США Энтони Блинкина на Совете Безопасности ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, прибывший на заседание уже после того, как его покинул Владимир Зеленский, никаких новых тезисов не предложил. Лавров привычно говорил о заговоре НАТО и Запада в целом против России, о том, что в Киеве у власти нацистский режим, ну и в очередной раз предложил США заставить Зеленского отменить указ о запрете ввести переговоры с правительством Путина. О переговорах мы и сейчас от них не отказываемся. Об этом многократно, в том числе совсем недавно, говорил президент Путин. И хотел бы напомнить уважаемому государственному секретарю, что президент Зеленский подписал декрет, запрещающий вести переговоры с правительством Путин. Если США так заинтересованы в них, ну, я думаю, не составит труда дать команду, чтобы этот декрет Зеленского был отменен. В ответ на эти слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова многие присутствовавшие просто пожали плечами. Некоторые оговорки Лаврова в ходе его 15-минутного выступления заставляли предположить, что он даже не просмотрел заранее текст своего выступления. Но это, разумеется, только предположения. Вы слушаете «Время свободы». Нельзя сказать, что поездка Зеленского в Америку проходит совсем гладко. Многие обратили внимание на отмену, официальный перенос его встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН с Анджием Дудой, президентом Польши, ближайшего союзника Украины в борьбе с российской агрессией. И это произошло после того, как в своей программной речи на Генеральной Ассамблее ООН Зеленский высказал завуалированный, но очень жесткий упрек в адрес запретивший импорт украинского зерна Варшавы. Вот этот фрагмент. Мы запустили временный морской экспортный коридор из наших портов. И мы работаем над сохранением сухопутных маршрутов для экспорта зерна. И тревожно видеть, как некоторые в Европе, некоторые наши друзья в Европе, разыгрывая солидарность на политической сцене, делают из зерна триллер. Может показаться, что они играют предназначенную для них роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера. Это был фрагмент выступления Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН. Анджей Дуда в долгу не остался, общаясь с журналистами в Нью-Йорке. Он, объясняя политику Польши в области импорта сельскохозяйственной продукции, тоже очень жестко высказался в адрес Украины, сравнив ее с утопающим, который рискует утопить и того, кто ее спасает. Говорят, утопающий хватается за все то, за что может ухватиться. Это немного напоминает ситуацию между Польшей и Украиной. Украина подвергается российским атакам и, несомненно, находится в трудной ситуации и хватается за все возможное. Очевидно, что мы должны действовать таким образом, чтобы защитить нас от вреда, причиняемого утопающим. Потому что, если утопающий нанесет нам вред и нас утопит, то ему никто уже не поможет. Поэтому мы должны защищать наши интересы. Это наш долг. И мы исполним его эффективно и решительно. Говорил президент Польши Анджей Дуда в связи с заявлениями Зеленского в адрес Польши вчера в Польское министерство иностранных дел был вызван для объяснений украинский посол в Варшаве. Еще раз напомню, что это обострение происходит между странами, еще недавно демонстрировавшими полную поддержку друг к другу. Зеленский и Дуда встречались и в Киеве, и в Варшаве. Польша предоставила украинской армии огромное количество оружия. Миллионы украинцев нашли приют в Польше после начала войны. О сути возникших разногласий и заставивших некоторых экспертов говорить о расколе в рядах коалиции стран, помогающих Украине, я попросил рассказать живущего сейчас в Варшаве политического аналитика Виталия Цыганкова. История с зерном действительно развивается довольно давно, можно сказать с апреля 23-го года, поскольку в результате войны Россия заблокировала украинские морские порты, то агропродукция Украины стала больше поставляться через западную границу транзитом в Евросоюз. Ну и как последствия этого транзита зерно появилось на рынках соседей Украины, Румынии, Венгрии, Словакии и Польши. И чем сильно стало мешать местным фермерам из-за определенного демпинга цен. А с учетом того, что фермер, особенно в Польше, достаточно влиятельная политическая сила, а скоро в Польше выборы, то вот этот вопрос стал довольно острый. Несколько стран, это прежде всего Венгрия, Словакия и Польша, ввели определенные ограничения на украинскую агропродукцию. В ответ Украина обратилась ВТО, Всемирную торговую организацию, чтобы отстоять свои права, и даже заявила, что заблокирует в ответ импорт некоторых польских овощей и фруктов, в ответ на запрет импорта украинского зерна. И фактически разворачивается между самыми ближайшими союзниками по войне, разворачивается, ну, может быть, самый такой неподходящий момент, такая, можно сказать, экономическая война. Дошло даже до того, что, например, премьер-министр Польши, Матеуш Моровецкий, сообщил, что Польша на время перестанет поставлять вооружение Украины. Он не связывал это с зерновым скандалом. Он сказал, что мы защищаем свою страну, и пока мы больше не передаем оружие в Украину, потому что сейчас мы вооружаем Польшу. Ну и, естественно, многие связывают вот этот скандал и такую жесткую политику Польши с тем, что в Польше 15 октября пройдут очень важные фактически парламентские выборы. И польское общество, и аналитики, и польская пресса считает, что все это вызвано выборами, а пройдут выборы, и этот конфликт сразу угаснет. Ну, это такой оптимистический сценарий, но для его есть действительно все основания, потому что все-таки и главные оппоненты на выборах, это нынешняя правящая коалиция «Право и солидарность», условно говоря, «Право-консервативная коалиция», и оппозиция во главе с Дональдом Туском, это гражданская платформа, все не имеют довольно отчетливую проукраинскую позицию. Никто не заявляет про изменение отношения к Украине, и даже заявляют, например, что эта зерновая сделка очень легко будет решаться, если вот мы придем к власти, и фактически, ну, действительно, многие аналитики считают, что этот эффект выборов, когда нужно, ну, именно политикам показывать, как они отстаивают свои интересы, интересы своих избирателей, интересы своей страны, и не исключают, что именно после выборов Польша передумает и отменит запрет на ввоз украинского зерна, но и с другой стороны, все-таки, как действительно заявил президент Дуда в Нью-Йорке, Украине все-таки следует проявлять, может быть, больше благодарности по отношению к польской помощи, поскольку и в процентном отношении, и в абсолютных числах, действительно, больше та страна, которая оказала больше всего помощи Украине, приняла больше всего украинских беженцев, оказала и финансовую, и военную помощь, и повторюсь, никто из главных политических сил, ну, кроме третьей страны, это такая праворадикальная конфедерация, ну, которая имеет рейтинг около, там, восьми, максимум десяти процентов, и никто из основных политических сил, которые сейчас идут на выборы, консерваторы и либералы с гражданской платформы, не объявляют о том, что нужно изменить какое-то отношение к помощи Украины. Другое дело, что действительно в польском обществе за полтора года войны, ну, естественно, накопилась определенная усталость от украинской войны, от украинской темы, люди вспоминают какие-то и исторические обиды, и обиды за то, что им кажется их помощь недостаточно ценят, и в этом смысле очень много критики идет и в самой Украине, о позиции украинской власти, которая допустила вот такой серьезный конфликт с Польшей, когда, ну, какими-то предупредительными, можно сказать, шагами можно было этот конфликт предотвратить. О проблемах в отношениях между Украиной и Польшей говорил политический аналитик Виталий Цыганков. Ну и последнее на сегодня, ровно год назад в России была объявлена так называемая частичная мобилизация, в рамках которой, по официальным данным, в армию были призваны порядка 300 тысяч резервистов. По данным исследования издания «Важные истории», каждый пятый мобилизованный на войне в Украине не прожил и двух месяцев. Чаще всего гибнут мобилизованные в возрасте от 30 до 45 лет. Самому старшему погибшему было 62 года. Российские власти о потерях среди мобилизованных ни разу не отчитывались. А вот что сказал в годовщину так называемой частичной мобилизации глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов. Все идет своим чередом, выводы сделаны, реакция абсолютно верная. Те недостатки, которые были скрыты в ходе частичной мобилизации, сейчас практически устранены и идет активная работа с тем, чтобы наша система мобилизационно развертанная была самая передовая в мире. Это был глава комитета по обороне Государственной Думы России Андрей Картополов. Самая передовая мобилизационная система в мире. Вот такие у России нынче приоритеты. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст нужно слушать на сайте Радио Свобода. Вашим услугам популярные приложения подкастов и наши платформы на базе хостинга YouTube Радио Свобода Live. Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов Радио Свобода Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова